11 тысяч тонн водорослей и полторы тысячи тонны твердых бытовых отходов. Рабочие мупаку в высокий сезон на пляжах круглосуточно. Специалисты говорят, что в этом году были рекордные выбросы комки впервые за 10 лет. Казалось бы, в межсезонье отпуск для анапских коммунальщиков. Но море приносит сюрпризы с каждым штормом. Осенью наступает сезон штормов, и нам приходится все это дело собирать. После штормов выносят палки, выносят бревна и бытовой мусор. Все зависит от погоды, от матушки природы. А так, ежедневная уборка у нас идет пляжей. А уже по погоде, когда есть шторм, то есть тогда уже в усиленном режиме стараемся в течение максимум трех дней ликвидировать. Это, повторюсь, комка и бытовой мусор. В этом году нагрузка на муниципальные предприятия возросла. К фронту работ на берегут, и так достаточно протяженному, добавилась уборка Пионерского проспекта. Затраты колоссальные, но на санитарные очистки гора давно не экономят. Чего не скажешь об арендаторах отдельных участков пляжей. Есть нормальные, порядочные арендаторы, которые исполняют условия договора и заключаются с обслуживающими компаниями, в частности с нами, на уборку этих территорий. Но есть, конечно, группа людей, которые, я не знаю, по каким причинам они не соблюдают требования договора и отказываются заключать, находят всякие отговорки, всякие уловки, чтобы не заключать договора. Но, тем не менее, мы убираем эти территории, поэтому это на их несовести. Лечебный пляж в межсезонье, свободный от лежаков и тон разлагающейся комки. Летом настоящее пятно позора для всего города. Жалобы отдыхающих и десятки нелицеприятных отзывов волнуют всех, кроме арендаторов этой территории. Добившись продления аренды по суду, они продолжают зарабатывать деньги, не привнося ничего взамен. На итоговом совещании санаторно-курортной отрасли подчеркнули, к таким арендаторам найдут меры воздействия.